Ибо у Бога не останется бессильным ни одно слово, говорит Библия. Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, в прямом эфире в программе «Влияние» на телеканале «Импакт». И со мной сегодня Юлия Чернецкая. Мир вам, дорогие друзья, мир вашим домам, мир вашим сердцам. Мы рады быть сегодня действительно с вами, и мы благодарим телеканал «Импакт» за эту предоставленную возможность и привилегию делиться с вами тем словом, которое Бог положил в наше сердце. И мы сегодня будем говорить о силе слова, о силе Божьего слова, о силе тех слов, которые мы с вами произносим, о силе слов, которые произносил Иисус Христос. Также будем говорить и делиться немножко молитвой. Перед тем, как мы начнем, я бы хотела совершить молитву и поблагодарить Бога. Господь, благодарю Тебя за эту возможность быть сегодня в домах людей и говорить то, что Ты хочешь сказать для того, чтобы кого-то исцелить, кого-то благословить, кому-то дать духовный или финансовый прорыв. Господь, я благодарю Тебя, я прошу, будь сегодня на этом месте и Духом Твоим святым совершайте чудеса и знамения в жизни людей, чтобы имя Иисуса Христа было прославлено. И, Павел, мне хочется начать сегодня нашу программу словами из местописания от Иоанна. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Какое сильное слово, да? Очень сильное, потрясающее слово. Потрясающе сильное слово. Меня вдохновляет вот эта тема слов. И этот год как-то начался у нас с того, что мы с тобой как-то все время приходим к тому, что Бог нам показывает вот эту тему о силе Слова. И о силе произнесенного Слова, да? И о силе произнесенного Слова. И насколько Божье Слово, которое в наших устах, оно обладает очень большой силой, да? Есть Слово, которое лежит у нас на полке в Библии. Я однажды зашел в христианский магазин и хотел выбрать Библию в Америке. И, к моему удивлению, я увидел около 50 различных переводов Библии. То есть это говорит о том, что одно дело, когда Слово Божье, оно сидит где-то на полке лежит, или у нас в доме, или же мы его слышим, когда идем в церковь. А другое совершенно дело, когда это Слово, о котором мы говорим, которое Божье Слово, оно находится в наших устах. Да, я думаю, что нет той силы в Слове, если оно лежит на полке. А сила его именно тогда, когда мы его провозглашаем, когда мы его произносим, когда оно имеет действие свое. И мне нравится... Я бы хотела обратить такое внимание телезрителей и поговорить о том, что Бог, когда Он творил Землю, когда Он творил Вселенную, когда Он творил галактики, да, Он не делал ничего физическими руками, Он не производил действий, да, Он говорил Слово, Он говорил, да будет, да будет свет, да, да будет твердь. И сказал Бог, вот мы открываем самая первая глава книга... Первая книга Бытия. Бытие. Вернее, первая глава. Первая глава книги Бытия. И сказал Бог, да будут светила на тверде, да, и сказал Бог, да, произведет вода присмыкающихся, и в следующие... Да, да... И сказал Бог, да, произведет земля душу живую, и сказал Бог, сотворим человека. То есть Он говорил. Представь, какая сила и могущество в словах, если они могут производить физическое составляющее. То есть твой пойнт, как мы говорим, он состоит в том, что Бог не думал, а Бог говорил. И даже... Я не думаю, что Он не думал. Я думаю, что Он думал, но Он не делал физических действий. Я думаю, эту мысль, что если мы думаем, размышляем над словом, это даже не результат того, не знак того, что это слово, оно... Бог будет двигаться относительно этого слова в нашей жизни, да? Но как раз Бог не думал. Бог думал, на самом деле Он думал, но более того, что Он думал, Он еще своими устами говорил. Да, совершенно верно. Он своими устами говорил, Он провозглашал это. И оно... То, что Он говорил, оно приходило в действие. Оно облекалось в физическую оболочку, да? Также, смотри, Иисус Христос, Его жизнь на этой земле, Его хождение, скорее, Его служение, да, когда Он служил. Он, конечно, Он совершал какие-то действия. Он возлагал руки, Он плевал на бремя и помазывал глаза. Да, но мы видим, насколько больше этого Он говорил, да? Он говорил смоковнице, засохни, и не будет от тебя плода вовек. Да, Он не стоял, Он не пилил это дерево, чтобы оно упало, засохло, и не было от него плода. Он ей сказал, засохни, и не будет от тебя плода вовек. Да. Аллилуйя, Господь, я просто сейчас нахожусь в таком духовном вдохновении, да, я это провозглашаю в свою жизнь. И, друзья, я хочу поделиться этим вместе с вами, потому что я верю, что это Божья воля на это. Если у вас какая-то проблема, какое-то состояние, что-то у вас есть в доме, в семье или в вашей личной жизни, от чего вы не хотите, чтобы был плод. Просто прикажите, скажите слово, чтобы эта болезнь, чтобы эта проблема, чтобы она засохла, и не было от нее плода вовек. Во имя Иисуса Христа, так, как делал это Христос когда-то. И Он сказал, вернись в море, да? Да, очень часто мы становимся настолько умными, когда мы встречаем какой-то вызов, как ты уже перечислила, это всего лишь только коротко. Но люди сегодня встречаются с разными, я бы сказал, большим спектром проблем. Кажется, вот за внешне, это красивая, красочная, яркая оболочка, в которой люди живут. Тем не менее, и мы встречаем этих людей, тем не менее, люди сегодня, они проходят немалую борьбу и немалые сражения. Кто-то, например, он испытывает какие-то личные внутри себя конфликты, мы говорим. Это, например, комплексы неполноценности, или люди унижают себя, или люди живут в чувстве вины и самоосужения очень многие года. Или в чувстве даже непрощения. Что человек говорит, знаешь, вот была у тебя такая встреча с людьми, когда человек говорит, что я не могу простить того или того человека. И вот любые проблемы, друзья, в которых вы можете находиться, даже не проблемы, мы не обязательно говорим о проблемах, даже просто вызовы, ситуации, которые требуют разрешения. И мы иногда думаем, что Бог должен сверхъестественным образом дать мне чувство прощения. Например, мы говорим сейчас об обиде, да? Я обижаюсь на человека. И мы думаем, что Бог должен сверхъестественным образом, и мы молимся, Дух Святой, сойди, прикоснись, дай мне силы простить. В то же самое время Иаков говорит, сравнивает наши уста с управлением, которое держит в своих руках кормчий, или капитан этого судна, который ведет это судно в море, в океане. И он говорит, язык, она уподабливает этому рулю, который держит капитан в своих руках. Это что значит? Куда мы, куда капитан поворачивает этот руль, туда идет судно. Куда мы, какие слова мы произносим, провозглашаем и исповедуем, этим же самым мы можем повернуть курс нашей жизни, курс нашей судьбы, можем эту проблему, которая нагромоздилась годами, неразрешенная ситуация, мы также можем, благодаря правильным словам, сказанным правильному исповеданию, которым мы высвободим, мы также можем разрешить это. И это будет как раз тот ответ. Бог, друзья, Бог уже очень, в своем слове, Он уже дал нам ключи. Он уже дал нам ответ. Проблема в том, что мы становимся настолько умными иногда. Или же, наоборот, становимся слишком супердуховными, ожидаем какого-то сверхъестественного Божьего прикосновения в то время, когда Бог говорит просто, что жизнь и смерть во власти языка. Жизнь и смерть во власти языка. И то, что мы утверждаем, то, что мы провозглашаем, оно в результате станет нашей реальностью. Или это слова благословения, или это слова проклятия в нашу жизнь. Это не имеет значения. Но оно в итоге даст свой плод. Правильно? Да, так говорит Библия, говорит об этом. И мы видим, как это в жизни часто исполняется. Очень часто мы, даже воспитывая маленьких детей, наших детей, как часто родители, они же сами в воспитании стараются, чтобы тоже действуя по Божьему слову, что наставив юношу в начале пути. И вот вкладывая это наставление, мы как родители, мы способны ставить такие рамки, такие барьеры для детей ставить, что в конечном итоге они вырастают, и они находятся очень закомплексованными. Почему? Потому что, наверное, в детстве мы очень много негативных слов. Вместо того, чтобы избежать слова «не бери», «не трогай», «не прикасайся», «не иди туда», «не делай то», «второе», «третье», мы не берем как бы с другой позиции, не воспитываем ребенка, вот объясняя, скорее всего, по-другому, просто преподнося урок ребенку. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, и даже в Писании мы находим очень много мест, особенно в притчах, где говорится о силе вообще о языке, о человеческом языке. И я бы хотела привести здесь некоторое место Писания. Мы уже сказали, что смерть и жизнь во власти языка. То есть, другими словами, что язык имеет власть. В наших устах есть власть. Жизнь или смерть? Что мы выбираем? Следующее место мне хотелось бы привести. Это притча, 21 глава, 23 стих. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Смотри, и я тут же зачитаю еще одно местописание. «Короткий язык – древо жизни, но необузданный сокрушение духа». Смотри, в первом случае это была душа, во втором случае это дух. То есть, и понятно, что оно распространяется и на физическое тело тоже. Если человек говорит, ой, я больной, у меня такая-то, такая-то болезнь. Я всегда устал. Я всегда уставший, я не могу, я не способный и так далее. То есть, наши уста, они влияют на все сферы нашей жизни. Они влияют на тело, они влияют на душу, и они влияют на дух. Представь, какая сила у нас в нашем языке и в наших устах. Если бы мы только-только задумались об этом, если бы мы только задумались об этом, настолько глубоко, насколько хочет Бог, чтобы мы об этом думали. Да? Ведь Он дал нам власть, Он сотворил нас, Он создал нас, Он дал нам этот орган нашего тела, язык, наши уста. Для того, чтобы этот меч мы использовали, чтобы из этого источника какая текла вода, сладкая вода, вода благословения в нашу жизнь, в жизнь наших близких, мужа, жены, детей, родственников, жизнь церкви, чтобы это было благословением. Смотри, и здесь приводится еще пример такой, Псалом 63, 4 стих. Там немножко говорится о недругах Божьих, но все равно, смотри, здесь сравнивают язык, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово. Смотри, какая, снова я обращаю внимание, какая это сила у нас в устах. Бог, Священное Писание сравнивает это с оружием, с мечом, с луком, который пронизывает. Да? Да. Это меч и боедоостры написано. Это меч и боедоостры. Если есть какая-то проблема у вас, если есть болезнь в вашем теле, просто возьмите вот это слово, особенно слово Божие, и пронзите этим мечом свою болезнь. Так скажите, во имя Иисуса Христа я беру слово Божие, и я просто пронзаю эту мигрень, я пронзаю эту головную боль, я пронзаю эту опухоль во имя Иисуса Христа, и засохнет она, и не будет от нее плода вовек. Ведь что мы можем нести своими устами? Что мы можем нести своими устами? Мы можем нести благословение, мы можем нести исцеление, мы можем нести созидание, а не разрушение. Ведь мы особенно верующие люди. Я не говорю о людях, которые не знают Бога. Там и сквернословие, и проклятие исходит из этих уст постоянно. Этот мир несет. Но я говорю даже о верующих людях. Со сколькими людьми я встречаюсь сегодня, и я молюсь за людей, и я слышу, я не пойду туда, потому что я заболею, я не поеду на миссию туда, потому что там инфекции, я могу заболеть, я не пойду кормить голодных людей, бездомных, потому что они могут быть больными, и я могу какую-то болезнь себе получить. Друзья мои, что мы произносим нашими устами? Какая сила в наших устах? Мне так нравится твое слово, которое сегодня ты делишься которым, потому что это так вдохновляет меня. Это так вдохновляет, и я верю, что это Господь сегодня говорит. Вот эта тема о наших, что находится в наших устах, иными словами. О чем мы говорим, и из какого лексикона состоит наше ежедневное разговоры, общение. Оно настолько важно, что мы должны, мы думаем, что вот мы взяли эту тему, прослушали, и раз, вот как палочка-выручалочка, у нас все поменялось. И все, и мы, скажем, послушивая даже эту программу, сразу же человек выравнивается, и всю оставшуюся жизнь, 50-60 лет, он будет говорить только правильно. Нет. Вопрос в том, что мы очень часто, это такая тема, как мы всегда говорим о вере. Почему мы говорим много о вере? Потому что Бог хочет, чтобы наша вера росла, мы не останавливались с ней. Почему мы говорим обновлении ума нашего? Потому что это есть постоянный процесс жизни, следить, наблюдать за нашими устами, и чтобы никакое гнилое слово, оно не выходило из наших уст на разрушение, но только словом для благословения. Друзья, как часто вы оказывались в такой ситуации, когда вы попадали в компанию, и вы выходили, или с круга общения, вы пообщавшись час, два и три, и вы просто оказались свидетелями или жертвами того, что люди, они только осудили кого-то, они рассказали, какие самые негативные примеры, они рассказали, кто согрешил где-то, кто сделал какие-то ошибки, и все, вы выходите из такого общения. Я хочу вам дать один совет. Нет. Знаете, какой? Даже если вы не были частью или не подкладывали огонь в этот разговор, все равно вы остались поврежденными. Ваше мышление, ваши эмоции и ваши чувства, они остались очень подавленными. Запятнанными. Запятнанными. Это равносильно, что... Иными словами, если мы попадаем в такую среду, что делать, если мы находимся, если наш круг общения именно состоит из такой среды, которая не созидает нас, а разрушает, мы, во-первых, я думаю, что мы не можем просто находиться там и просто слушать, и потом, как белая салфеточка, уходить невиновными ни в чем. И с подавленными чувствами. Что мы можем делать? Я считаю, что нужно бежать. Из такого круга общения. Это одна из ситуаций, что бежать. Ну, скажут, вот мы устроили вечеринку общения, а ты убежал из этой вечеринки. Нет, я не считаю, что это плохо. Когда мы выбираем, мы здравые люди, мы здравомыслящие. Господь дал нам разум и мудрость вкладывает в нас. И я считаю, что мы можем выбирать тех людей, с которыми нам иметь общение, и людей, с кем нам не иметь общение. И я бы на этом захотела немножко больше заострить свое внимание, потому что ты очень правильно подметил, что, друзья, просто я молюсь сейчас, чтобы Господь давал нам свою мудрость. Когда открывать наши уста и когда их закрывать? Во имя Иисуса Христа. Потому что мы так часто в порыве каких-то эмоций, в порыве каких-то переживаний, мы идем не туда, куда нам нужно идти, чтобы поделиться своей проблемой, своей какой-то новостью или какими-то событиями. Думайте о том, кому вы идете, даже со своей проблемой. Идете ли вы к человеку, который послушает вас, и он просто примет эту информацию для себя, или, может быть, он будет делиться этой информацией со своим окружением. Или же вы идете к человеку, который послушает вас, и который будет за вас молиться. Молиться за эту ситуацию, в которой вы оказались, которая, это новость, которую вы ему откроете, останется между вами и Богом. Думайте, с кем вы имеете общение, и кто говорит вашу жизнь. Это очень важно. Это экстремально важно сегодня. Потому что приходит разочарование, приходит депрессия, приходит предательство. Вот меня предали, я поделился, я открыл свое сердце, а меня не поняли, об этом узнали многие, те, кто не должен был знать. Поэтому думайте, когда вы делитесь своими новостями, особенно теми новостями, которые ранят ваше сердце, или ранили ваше сердце. И молитесь. Молитесь о том, чтобы Бог дал вашу жизнь друзей от Него, чтобы вашу жизнь, вашу компанию составляли люди Божьи, которые боятся Бога, которые любят вас, и которые будут стоять вместе с вами в любое время вашей жизни, когда вы сильны, когда вы ослабели, когда вы хотите вы в отчаянии, или когда вы в радости и в подъеме своего настроения. Я считаю, что это очень важно. Ты встречала людей, которые говорили, вот у меня есть проблема с навязчими мыслями. Или мыслями, да, правильно сказать? Мыслями. Мыслями. То есть я сразу задумываюсь, что это за проблема с навязчими мыслями? То есть, видимо, человек слышит голоса какие-то, да? Да, наверное. Или голоса осуждения, или голоса вины, или... Ну, мы знаем, что дьявол, он так же говорит, и человек может слышать эти мысли, и воспринимать, он думает, что это мои мысли. На самом деле, враг сеет эти мысли в наш разум. Так вот, я хочу сказать, что как остановить навязчие мысли? Вот, например, человек имеет навязчую мысль о самоубийстве. Эта мысль, она преследует его очень много лет. И человек хочет все, что он просыпается и ложится. Это не только, не просто... Вот разница, когда говорит Бог и когда говорит дьявол. Дьявол, когда он говорит, он пущен, он всегда давит на человека, он давит, он просто врывается, как вор. И он просто давлеет на человеческой воле день за днем, день за днем, день за днем. Возьми, возьми, сделай, сделай, толкая человека на преступление. И вот человек, который имеющий мысль о самоубийстве, это же не просто мысль, которая легкая так где-то во время сериала или боевика его посетила. Это мысль, с которой он ложится и просыпается. И вот я думаю, имея в арсенале такое колоссальное оружие, о котором ты подметила, меч обоюдоострый. Особенно, когда мы говорим, что есть верующие люди, которые также слышат голос о самоубийстве, что человек должен дать, он настолько, представлено, насколько разочарованно пришла жизнь в тупик человека, что он не видит выхода абсолютно в конце туннеля. И единственное, что дьявол говорит, у тебя выход, это просто закончить жизнь самоубийством. Так вот, имея такой огромнейший потенциал Божьего Слова, мы можем взять Слово, начать говорить это Слово нашими устами и сделать просто поменять вот эту пластинку внутри себя, образно говоря, и начать мысли совершенно по-другому. Вот, или не обязательно любая мысль, которая нам не нравится, вот мысли, которая вот образ мышления, или мы говорим, как, что нам очень важно работать над обновлением нашего ума. Постал Павел Римлянам 12 говорит, чтобы мы не сообразовались с веком этим, но преобразовались обновлением нашего ума, познавая, что такое воля Божия, угодная, совершенная. И как происходит обновление нашего ума? То есть, если наш ум говорит то, что, скажем, противно нашей природе, которая Богом создана, новому творению, нашему духу, мы просто должны исповедовать Божье Слово. И не просто читать, как мы уже говорили, не просто вот открыли Библию и читаем ее, или не просто сидя в церкви, слушая, мне нравится, как ты практикуешь, и мы вместе практикуем. Это в своем доме. Мы открываем Слово, и мы его вслух читаем. Мы открываем Слово, и мы вслух его провозглашаем, так, чтобы и соседи даже слышали. Если соседи слышат, дьявол слышит, духовный мир слышит, и когда мы исповедуем Божье Слово, как мы говорили в начале программы, которое было в устах самого Бога, который сказал, да будет свет, да будет деревья, да будет весь этот мир, который был создан, который мы видим, физический мир, он был создан благодаря тому, что Бог говорил в начале Слова, и Дух Божий за этим Словом двигался. Точно так же, когда мы говорим Божье Слово, Дух Святой приходит, берет это Слово, и он начинает делать сверхъестественную работу Божью в нашей жизни. Еще один такой момент, вот, например, как наши уста, они могут изменить образ нашего мышления или остановить эти навязчивые мысли, которые преследуют нас. Например, вот, для примера, возьмите сейчас, посчитайте до десяти в своем уме. Один, два, три, четыре, и в то время, когда вы считаете в уме ваши цифры до десяти, начинайте в это время просто говорить слова. Скажите своей жене, я тебя люблю. И скажи, если жены нету, скажи Господу, Господь, я тебя люблю. Что происходит в этот момент, когда мысли и слова, они не могут гармонировать вместе в этот момент. То есть, когда только вы начали говорить, открыли ваши уста, сразу же, вот этот отсчет один, два, три, четыре, до десяти, сразу счет о мысли, ход мыслей, он сразу меняется. И вы начинаете мыслить, мысль начинает идти за вашим словом, которое вышло из ваших уст. Вот, как бы сказать, такие простые принципы Божьего Царствия, которые Бог оставил своим детям, верующим, а мы их очень часто не используем. Мы их часто не используем, и мы их очень часто усложняем. Мне понравилось, как твоя мама, наша мама Валя, сказала недавно, говорит, ты знаешь, говорит, все было так просто вначале, было слово, люди брали это слово, они его принимали, они ему верили, они его понимали, как могли, и Бог ввел, и были такие проявления Духа Святого, что сейчас даже такого нету, а сейчас столько много всего, столько книг, столько фильмов, столько разной информации, и как-то все по-другому происходит. Но, тем не менее, у нас есть Господь, у нас есть надежда, у нас есть на кого смотреть, за кем двигаться. И то, о чем ты только что сказал, когда приходят навязчивые мысли. Когда ты говорил, ко мне пришло такое слово, что есть люди, которые покаялись, пришли к Богу из мира, и они совершали какие-то ошибки, будучи, не зная Бога, будучи в мире, были ошибки греха, был грех, и Господь простил, но эти навязчивые мысли, они постоянно возвращаются, они постоянно возвращаются, и я хочу просто дать вам такой маленький совет. Когда возвращаются эти мысли, во-первых, во-первых, скажите, сатана пошел прочь от меня во имя Иисуса Христа, и во-вторых, просто поднимите свою правую руку и во весь голос провозгласите, что я праведность во Христе Иисусе, я чистота и святость во Христе Иисусе, все мои прошлые грехи Бог закинул за хребет, и Он никогда их не вспоминет, и у меня новая жизнь, у меня новая судьба, у меня новая дорога и путь от Бога, и сам Господь, и сам Дух Святой ведет меня по этой дороге. Ты знаешь, вот бывает такое, что приходят к действительному мысли не те, которые должны приходить, и мы должны с ними разбираться. Да, мы должны разбираться, как ты сказала, потому что а как мы разбираемся с ними? То есть, представь, Иисус Христос, написано, Он был в пустыне 40 дней и 40 ночей, и Его дьявол искушал. И опять, это мы называем евангельская классика, или по-другому можно сказать евангельская азбука, что мы часто очень, друзья, забываем. Иисус Христос, отражая эти все стрелы дьявола, искушения, атаки Его, все, что Он делал, говорил, написано. 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 Три раза Он говорил, это слово написано. И, а мы неужели мы можем найти более какое-то современное суперядерное оружие, которое вот изобретено, которое вот впоследствии в 20 веке. Нет, мы открываем истоки христианства, мы открываем жизнь Иисуса Христа и берем эти простые принципы в нашу ежедневную жизнь и мы говорим так же, написано, потому что то слово, если бы Бог открыл наши глаза и мы увидели духовный мир и как дьявол, как бесы и демоны, они трепещут перед провозглашенным Божьим словом, мы по-другому относились и по-большему мы бы практиковали именно, брали это оружие в свои уста и говорили, и воевали им. И ты знаешь, мне кажется еще очень важно, чтобы каждый из нас, каждый человек, он понял, он понял, кто мы есть во Христе Иисусе. Какая цена была уплачена за нас? Жизнь Божьего Сына. Жизнь Божьего Сына. Друзья, жизнь Божьего Сына была уплачена за нас. Сам Господь Иисус, Он пошел на крест Голгофы, Он был истезуем, Он был распят, Он пролил свою святую кровь. Я когда молюсь и представляю вот эту картину, я не могу, моим, в сердце моем переживания очень сильные, когда, представь, вот стекала эта святая кровь с этого креста, да, но неужели Господь заплатил такую цену, неужели Бог послал своего Сына, неужели Дух Святой дан нам, чтобы вести нас по этой жизни и чудотворить, и животворить через нас, для того, чтобы мы как-то вели какую-то жизнь ущербную, да, для того, чтобы мы стонали, для того, чтобы мы из наших уст выходили вот эти какие-то слова, не имеющие силы, в лучшем случае, в худшем случае слова, разрушающие нашу собственную жизнь, жизнь детей, жизнь наших близких, неужели для этого была заплачена такая великая цена, я не думаю, я думаю, что эта великая цена была заплачена для того, чтобы мы осознали, кто мы есть во Христе Иисусе, кем мы стали, приняв Его, свою жизнь, как Господа и Спасителя, приняв Его своим Богом, своим путеводителем к вечной жизни, приняв Дух Святой, неужели я, когда во мне живет Дух Святой, и я живу и двигаюсь под Его руководством, я буду открывать мои уста, я буду говорить пустословить, я буду насмехаться, я буду говорить что-то нелицеприятное или осуждающее для других людей, мы должны понять, кто мы есть в Христе Иисусе, Он очистил нас, Он омыл нас своей святой кровью, Дух Святой живет в нас, и мы должны вести себя подобным образом, мы царственное священство, мы дети Божьи, мы искуплены дорогой ценой, и есть время, когда мы должны говорить, а есть время, когда мы должны молчать. Мне очень нравится пример Анны, да, жена Захарии, Захарии, когда она забеременела, мы знаем, что Бог... Нет, жена Захария это был первосвященник. Да, но она... Елизавета, да, Елизавета, Новый Завет, да, она, мать Иоанна Крестителя, она, когда забеременела, Бог закрыл ее, Бог закрыл уста ее мужа, но она, написано в Священном Писании, что она таилась пять месяцев, она не говорила о своей беременности. Для этого есть свои причины, чтобы не говорить, я не знаю, почему, но Бог, я вижу это в своей практической жизни, что я даже вот сейчас хочу обратиться к женщинам, да и к мужчинам тоже. Когда у вас происходит вот это чудо, вот это священное событие, и ваша жена беременеет, пожалуйста, не говорите об этом сразу и всем. Я еще, я не знаю причин, я не знаю пока еще, меня Господь не открыл, но я верю, что это может быть, почему нужно молчать до определенного времени. А как можно молчать, если вот молодые люди только женились, скажем, недавно, и вдруг они узнают, что у них будет ребеночек. Они хотят по всему миру поделиться этой радостью. Нет, есть времена и сроки для всего, и у Бога есть свои времена и сроки, и я глубоко верю, что на примере, вот этом примере, да, когда Елизавета, она молчала пять месяцев, она не говорила о своей беременности, Господь что-то делал в это время с этим ребенком, и мы знаем, какой это был ребенок впоследствии, да, пять месяцев, это уже когда у женщины видно, что она беременна, это уже когда у нее виден живот. Я сейчас не призываю, может быть, женщин пять месяцев ходить в молчании, но я призываю к Божьей мудрости. Если это событие произошло в вашей жизни, не нужно сразу бежать и о нем всем рассказывать, и мужа своего также попросите этого не делать. Потому что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Совершенно верно, это все равно станет явным, но есть близкое окружение, есть самые близкие родные люди, это родители, это муж, это жена, которые могут об этом знать. Всем остальным до времени об этом, я считаю, об этом знать не нужно. Есть одна история, которая в Новом Завете, это Матфея 8.8, и написано о том, что однажды к Иисусу пришел сотник полка и сказал, что у него слуга его очень сильно болен. И Иисус Христос ответил следующими словами, он сказал, я приду и исцелю его. Но сотник являет человеком военным и понимает этот ранг, имея военный ранг и понимая, как устроена армия, как функционируют власти в армии. И он говорит следующие слова, Иисус, я не достоин, чтобы ты пришел под покров, под крышу моего дома. Возможно, там было длинное расстояние, и он сомневался, или другие причины могли быть, почему он сказал, что я не достоин, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой. Вот опять мы возвращаемся к тому, что насколько наши слова имеют, обладают влиянием и властью в духовном мире. Вы можете сказать, но это ведь был Иисус, он мог сказать такое слово, и могли, мог исцелиться этот слуга сотника, «А кто я?» Вот мне как раз нравится то, что ты сказала, что я праведность во Христе Иисусе. Мы должны увидеть себя теми глазами, которыми видит нас Бог. И если мы видим, что это слово, которое было действенно, могущественно в устах Божьего Сына, оно производило работу, то же самое слово, оно, которое было в устах апостолов, то же самое слово, которое было в устах пророков Когда-то. То же самое слово было в устах Божьего Сына и Первой Церкви. То же самое слово, оно в наших устах. И когда мы говорим, в духовном мире происходит что-то большое, большая разница происходит. Вопрос только стоит в следующем. Мы иногда задаем вопрос. Вот я говорил, ничего не происходило. А мне молились или провозглашали в мою жизнь. Я человек провозглашал или я сам провозглашал и ничего не получилось у меня. В чем причина? Есть один ответ на это, который Библия отвечает нам, что для того, чтобы наши слова имели вес в духовном мире, и мы могли приказывать болезням, могли приказывать бесам и демонам, могли приказывать даже обстоятельства. Потому что опять, все, что мы видим, живет в физическом, материальном мире, оно подвластно духовному миру, да? И чтобы мы видели, что наши слова не обладают духовной властью и силой, самое первое, Иаков говорит, что покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. То есть в духовном мире есть дьявол, и в духовном мире есть Бог. И вот если наша жизнь, если мы не покорились, не подчинились Богу, английское слово называется submit to God, то есть мы под Богом находимся. Мы не над Богом. Мы не говорим, что мы говорим слово, и мы настолько сильны, что уже мы как боги, вот все в нашей власти. Нет, мы находимся подвластными, мы признаем его власть в нашей жизни, его царство и господство. И когда мы покорены, находимся в такой субординации, где я нахожусь, я знаю, где я и где Бог надо мной, только тогда духовный мир, он будет признавать нашу власть и наши слова. Потому что эта делегированная власть самого Бога начинает проявляться в наших словах. Совершенно верно. Ты знаешь, я бы хотела еще одно местописание привести, это Матфея 16-19, где Иисус говорил Петру, «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Потому что Петр тогда сказал, когда Иисус спросил, за кого ты меня почитаешь, он сказал, что ты Христос, Сын Бога Живого. И я верю, что та же власть и те же ключи Господь дает сегодня нам. Почему? Потому что мы признаем Его как своего Господа и Спасителя в нашу жизнь. И Он дает нам ключи, эти ключи. И то, что мы свяжем на этой земле, то будет связано на небесах. И то, что мы разрешим на этой земле, то будет разрешено на небесах. Что значит «свяжем»? Новый русский перевод говорит то, что ты запретишь. То есть я запрещаю прямо сейчас всякому духу неверия, я запрещаю в вашей жизни во имя Иисуса Христа. Это запрет. И я высвобождаю Божью веру во имя Иисуса Христа. И это разрешение. Можешь ли ты привести пример, как мы также боролись в один сезон нашей жизни, мы также боролись с нашими врагами. Когда у тебя была проблема со здоровьем и со щитовидной железой. И вот как раз, возможно, кто-то сегодня в вопросе также стоит. Я знаю, что многие люди сегодня молятся, обращаются, ожидают от Бога. Я хотел бы, чтобы ты поделилась своими секретами, как все-таки ты получила это полное исцеление, выздоровление от этой проблемы. Ну, это был путь. Это был путь. Это не было событие одного дня. То есть, друзья, я хочу поделиться сегодня этим свидетельством с вами. Когда я узнала о той проблеме, которая у меня была, это проблема щитовидной железы. Если кто-то сейчас проходит похожую ситуацию или любую другую ситуацию, которая связана с физической немощью вашего тела, мой совет вам – не суетиться. Первое, что я вам хочу сказать – не суетиться и не паниковать, а слушать и быть Вадимым Духом Святым и слушать, что вам говорит Господь. Когда мы узнали об этой проблеме, мы обратились к доктору. И первое, что нам сказал доктор, что нужно в ближайший месяц сделать операцию и вести очень тяжелый курс лечения. Более того, доктор когда говорил, то есть мы ощущали за этим диагнозом, который был поставлен доктором, определенную тоже духовной атаке. То есть почему? Потому что доктор говорил, что мы не можем знать, какая все-таки корень и что находится в середине этой ткани. И большие шансы, очень большие шансы того, что там есть именно раковые клетки. Онкология. Онкология. И если вы чуть-чуть еще переждете, и вот за пределы определенного, сколько, два месяца? Одного-двух месяцев, то будут последствия необратимы тогда. И мы уже пошли к хирургу, назначили дату операции. И пришла подготовка к этой операции. И перед очередным посещением врача, я прекрасно помню этот день, как сегодня, я просто услышала голос внутри себя, я услышала голос Духа Святого. Три раза прозвучавший просто в моей внутренности. Откажись от операции. Откажись от операции. Откажись от операции. И я приняла это слово. Я приняла это слово в свой дух. И я с этим словом пошли. Мы поехали тогда в клинику. И мы сказали хирургу, что на данный момент мы отказываемся от операции. Какие чувства, эмоции меня тогда наполняли? Конечно, я могу признаться, что я не парила в облаках. И не ликовала, что все, я отказываюсь от операции, значит, Бог меня исцелит. У меня не было такого внутри. Внутри был такой легкий трепет. Но все же я послушалась голоса Божьего, и мы отказались от операции. Дальше был процесс лечения, который... Лечение молитв. Молитвы, я вот это очень хорошо скажу. Лечение молитвами, который занял период одного года. И, слава богу, никаких клеток там не было обнаружено. Это мы уже узнали после операции. Но что я хочу сказать, что нам нужно получить слово от Бога на свою ситуацию. Однако же был вот этот период более одного года, когда ты и вместе мы переживали, скажем, нелегкое время. Во-первых, потому что мы не знали, на самом ли деле, есть там онкология или нет. Но все, что нам нужно было просто делать, и мы это делали, и Бог нас учил и проводил, чтобы мы стояли на обетованиях Божьего Слова. Простое слово, которое было. И я молился очень часто, просто говорю, молись за меня. Я брал это слово в свои уста, и я просто в молитве провозглашал каждый день. Мы провозглашали, провозглашали. И исцеление, да, сейчас ты можешь засвидетельствовать, что твоя щедовидная железа, она функционирует на все сто процентов. И мы верим, что это был Божий почерк, что Бог все-таки помог нам пройти. Бог научил нас о силе провозглашения Его Слова. Бог научил нас, насколько духовный мир реален. Особенно, когда врачи, они не очень дипломатичны в Америке, особенно. Когда они ставят диагноз, они дипломатией не занимаются, они просто сразу же в лоб говорят твой диагноз. И говорят, что тебе может осталось один или два месяца жить. Но, однако же, Божье Слово сильнее любого диагноза. Мы уважаем докторов. И мы, кстати, Бог благословил нас таким доктором тогда. Поделись этим, каким доктором Бог благословил. Потому что, почему я говорю об этом, друзья? Потому что Бог, что такое исцеление, да? Исцеление, это другой перевод, это выздоровление. Вот опять, возможно, Бог хочет в вашей жизни также расширить вот эти мышления ваши, для того, чтобы вы поняли, что для того, чтобы Бог исцелил, Он может дать вам, вот как ты сказала, ключи определенно провести вас через этапы выздоровления, куда входит и естественное выздоровление, когда начинают люди пользоваться обыкновенными продуктами питания, которые способствуют их выздоровлению, восстановлению организма. И в то же самое время Бог через Слово, через веру нашу высвобождает свою сверхъестественную силу, и человек получает в комбинации выздоровление. И в то же самое время мы верим, что для выздоровления Бог употребляет, использует врачей. Лука был сам врач. И Христос, мы не считаем, что нигде не сказал, иди откажись от своей практики докторской, и верь только в сверхъестественную силу. То есть в этом всем пакете, в комбинации всего, что мы говорим сейчас, мы называем выздоровление, и конечный результат, человек становится здоровым. Какой доктор у нас был? Каким доктором Бог благословил нас? Ну, прежде чем я скажу, какой у нас был доктор, я хочу сказать, еще поделиться своей практикой, что я еще практиковала вот в это время, когда диагноз был поставлен, и нужно было проходить курс лечения. Доктор нам дал распечатки, документы, бумаги о той болезни, которая могла быть, а ее могло и не быть, но он нам уже дал, расписал полностью, что нам нужно будет делать, какие шаги нам нужно будет предпринимать, если болезнь, она есть. И ты знаешь, я тебе об этом не говорила, но когда мы возвратились домой, я пошла в свою комнату, я взяла, друзья, эти бумаги, эти результаты этих анализов, и я просто брала красную ручку, красный стержень, я просто перечеркивала все эти негативные диагнозы, все то, что доктор нам предоставил, что могло быть, но чего на самом деле не было, и я просто провозглашала, провозглашала, я разрушала это все во имя Иисуса Христа, и я провозглашала, что этого нет, и этого никогда у меня не будет, и провозглашала просто полное здоровье и исцеление от Бога. Что касается доктора, которого нам тоже, я верю, что Господь дал, это был потрясающий хирург, который верующий человек, который все-таки, я хочу сказать, что операция, она состоялась, и часть щитовидки мне пришлось удалить, потому что рост и прогрессия этого узла, он был очень быстрый, но хирург, который делал эту операцию, был верующим человеком, и вот что касается, почему Бог молчит, не обязательно, что когда Бог молчит, значит, нужно... Он отказывает. Он отказывает, или мы делаем что-то неправильно. Это, знаешь, я могу такой пример привести, это как маленький ребенок, вот у нас есть маленький ребенок, когда он делает все правильно, мы ведь его не направляем, мы не говорим ему очень много, мы просто смотрим и с радостью наблюдаем за ним, и улыбаемся ему. Вот мне кажется, что так же и Господь, если мы идем правильной дорогой, если мы все делаем правильно, если мы под водительством Духа Святого, он просто наблюдает и улыбается. И улыбается, да. И он знает, что здесь все в порядке. Здесь ничего говорить лишнего не нужно, и ничего делать не нужно. Так вот, друзья, это к слову о том, что не всегда, когда Бог молчит, значит, нужно паниковать, или нужно бежать к пророкам, или нужно как-то суетиться и что-то делать. Может быть, если Бог молчит, значит, вы на правильном пути, если у вас есть мир в сердце. Если у вас есть мир в сердце, и вы все правильно делаете. Что касается доктора, ну, это была чудесная встреча наша с ним перед операцией, когда мы не знали, что это верующий человек, мы никогда с ним не говорили о Боге, мы никогда не говорили, что мы вот ожидаем исцеления от Бога. И когда пришел день операции, я подошла... Извини, что я перебью, но ты однажды сказала, что когда первый раз он сказал, что нужна операция, ты сказала, что мы возьмем перерыв. И, по-моему, ты спросила у него доктора, вы верите в сверхъестественное? Да, возможно. Да. Я уже сейчас сложно вспомнить. Ну, доктор, который видел немало кейсов, тяжелых кейсов с тяжелыми исходами. Он просто это неполиткорректно... Я помню, его было такое... С его стороны такое сказать. Да, было такое довольно скептическое лицо, выражение лица было. Угу. Вот. Но однако же дальше, когда мы сидели перед операцией. Когда мы сидели перед операцией, и я ему сказала, что доктор, у меня есть одно желание, мы можем вместе помолиться. И какое было мое удивление, какова была моя радость тому, что он просто подскочил на этом стуле... Он сам подкакивает, берет этот стул на свое... Взял стул, взял нас за руки... И просто начал так сильно молиться за меня, за исход операции. И я просто поняла, что я в божьих руках. В божьих руках. Что мне нечего бояться. Благодарите. И операция прошла, она состоялась. И она прошла очень успешно. Доктор был чрезвычайно этим доволен и рад, чтобы операция прошла так успешно. И мое восстановление после операции прошло очень успешно. Мне не пришлось принимать никаких... Ни одной таблетки. Никаких обезболивающих. Никаких антибиотиков. Личего бы то ни было. И слава Господу. Слава Богу за его пути. Друзья, возможно, вы, слушая это свидетельство, вы также говорите, о, если бы вы знали, какая проблема у меня в моем доме, с моим здоровьем, с моими детьми, мои обстоятельства. Моя жизнь, она крушится и превращается просто в развалины. Мы сегодня говорим о силе Божьего Слова. Если вы верите, if you can believe it, you can have it. По-английски звучит это. Если вы верите, вы можете иметь, потому что вера говорит, что нет ничего невозможного для Господа. И все возможно верующему. Вы представляете, какая колоссальная сила есть у нас с вами. И как безмерно величие могущества Его живущего в нас, под действуя Его силой, которой Он воздействовал, Бог Отец в Сыне Своем, воскресил Его из мертвых и посадил Одесну и Себя на небесах. Та же самая сила, она действует, она живет в каждом человеке, потому что Дух Святой, Он в нас. И не силою, и не воинством, но Духом Моим, говорит Господь. Любая гора, которая стоит перед вами, мы сейчас просто провозглашаем, что это не гора, это долина во имя Иисуса Христа. Примите это слово верой прямо сейчас, потому что мы верим, что сейчас в этом прямом эфире кому-то Господь прямо сейчас прикасается, и Божья сила действует. Мы говорим о том, что Иисус Христос, Он вчера и сегодня, и во веки тот же самый. Если Его слову подчинялся подчинялся духовный мир, любая болезнь, любая немощь, обстоятельства, я хочу сказать, что точно так же, если вы возьмете это слово, достанете его, возможно, вы давно не доставали вашу Библию, она уже запылилась на полках вашего дома, и вы, я хочу сказать сейчас, должны достать это слово, сдуть эту пыль, открыть это слово и сказать, Дух Святой, оживи это слово, вдохни на меня, пусть эти буквы, они станут духом и жизнью внутри меня. И я просто верю, мы верим в этой программе вместе с вами, соглашаемся вместе с вами, что Бог начнет сверхъестественным образом менять что-то в вашей жизни, менять ваши обстоятельства, Юля, у нас была сегодня потрясающая программа, я верю, что мы здесь не просто для того, чтобы занять время, эфирное время, но я верю, что для Бога, Который мы служим, это сверхъестественный Бог, Который воскрешает, поднимает те, кто упал, Бог прощает любой грех, Бог исцеляет болезни, мы верим, что в Сыне Иисусе Христе у нас есть полное обеспечение, тот, кто Сына Своего не пощадил, Писание говорит, но предал Его за нас, как с Ним не дарует и всего, и всего, я просто переживаю это Божье присутствие сейчас в студии, и спасибо тебе, что ты поделилась этим свидетельством из твоей жизни, из нашей семьи, и я верю, что если Бог прикасается кому-то из вас, друзья мои, вы просто можете позвонить, телефон на вашем экране, напишите на телеканал «Импакт», и скажите, что мы смотрели эту программу, и Бог проговорил к нам, и мы начали использовать силу Божьего Слова в нашей жизни, в нашей семье, и мы увидим результаты, мы видим плоды, я верю, что за Божьим Словом, за Богом не будет остановки, и как мы говорили, возможно, вы, может, не увидите мгновенных результатов, мгновенных плодов вы не увидите, но продолжайте окунаться, как окунался когда-то Нейман до семи раз, покуда вы не увидите чудо в вашей жизни, и во имя Иисуса Христа я провозглашаю сейчас Божье Слово, что у Бога не останется бессильным никакое Слово, ибо Он бодрствует над Словом Своим, чтобы оно исполнилось. Будьте благословены. 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 Продолжение следует...